Компонент 2.0 Аборт Result Cache. В случае наличия актуального кэша возвращает False, выводит его содержимое на экран и заполнит массив R-Result данными из кэша. Если актуального кэша нет, то возвращает True, инициализирует процесс кэширования, который завершается подключением шаблона в методе IncludeComponentTemplate или ShowComponentTemplate. Аборт Result Cache – отмена кэширования и ClearResult Cache – очистка кэша. Теперь переделываем кэширование в компоненте, выводящем один элемент новости с использованием типового механизма кэширования. Так же, как и для CPHP Cache, для кэширования результатов нам необходимо подготовить входные параметры. Время кэширования для метода StartResultCache устанавливается в первом параметре, но по умолчанию, или если передать False, оно берется напрямую из CacheTime – параметра компонента. Поэтому в нашем случае переменная CacheLifetime не понадобится, так же, как и объект CPHP Cache. В методе StartResultCache уже учтены основные параметры, от которых может зависеть результат выполнения скрипта. Это ID текущего сайта, сайт ID, имя компонента, имя шаблона и входящие параметры Rparams. Если кэш должен зависеть от дополнительных переменных, то метод StartResultCache принимает во втором параметре строку из дополнительных переменных. Так как параметры компонента уже учтены в формировании идентификатора кэша, то нам остается учесть только группы текущего пользователя. Оставим в переменной CacheID только строку из групп пользователя. Удалим переменные ElementID и iBlockID из параметров компонента. Третий параметр StartResultCache принимает путь к файлу кэша и относительно основной директории кэша. В него можно передать переменную CachePath. По умолчанию кэш будет храниться в директории SiteID, далее путь компонента относительно BittrexComponents, относительно основной директории кэша. Будем использовать директорию по умолчанию, поэтому удалим переменную CachePath. Далее добавим условия на старт кэширования методом StartResultCache, в который передадим False первым параметром и CacheID вторым. В теле данного условия будет располагаться код, результат исполнения которого должен быть закэширован. Перенесем запрос CI-блок элемент GetList и подключение шаблона IncludeComponentTemplate в кэшируемую область StartResultCache из кэшируемой области CPHPCache. Собственное тегирование и передача данных шаблона в кэш GetTemplateCacheData в типовом механизме кэширования нам уже не понадобится, поэтому удалимы. Метод EndDataCache класса CPHPCache также не понадобится, так как все необходимые действия по сохранению данных в кэш уже включены в метод IncludeComponentTemplate. Что делать, если в ходе запроса к базе данных выяснилось, что результат кэшировать не нужно? Необходимо прерывать кэширование, иначе последствия могут быть печальными. Например, если компонент кэширует результаты выборки с фильтром по ID несуществующих элементов, когда ID элемента передается в компонент через параметр в строке URL, любой пользователь может обращаться к странице с различным ID элементом, и компонент каждый раз будет создавать файл кэша, заполняя тем самым все дисковое пространство. Для прерывания кэширования в случае, если элемент не найден, воспользуемся методом AbortResultCache. Добавим его в тело else после получения элемента. Удалим кэширование с помощью метода CPHPCache. Обновим кэш на странице с компонентом. Как видим, никаких изменений не произошло. Обновим страницу с использованием кэша. Как видим, кэш есть, но теперь он хранится в другой директории. В данном случае это BittrexCache. Откроем ее. Далее ID сайта. Пространство имен. И название компонента. Здесь находится файл кэша. Кроме его. Здесь также кэшируется вывод компонента. Контент. Переменные компоненту. ArrResult. И параметры шаблона. TemplateCacheData. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...